Я просто обожаю смешивать новые цвета или добавлять эффекты в материалы. Сегодня будем миксовать жесткую витражную базу и светоотражающий пигмент. Вы помните, эти пигменты одно время были очень популярны, все их накупили, я думаю, что у многих они остались и, скорее всего, сейчас лежат без дела. Смешав его с витражами, я получила потрясающий переливающийся эффект. Обязательно попробуйте, кстати, здесь подойдут не только витражные базы, но и обычные витражные ель-лаки. Может быть, вы тоже их когда-то покупали, они дают интересный эффект, но я думаю, что они не самые популярные у ваших клиентов. Мне сейчас надо полностью снять старый материал, потому что я буду выполнять укрепление черной витражной базой и лишний объем камуфляжа мне здесь просто ни к чему. Сильно убирать длину ногтей не будем, но, тем не менее, я должна проверить длину и пропорции делаю это при помощи вот такой вот линейки из обычной формы для наращивания. Обычно ногти на рабочей руке отрастают немного быстрее, поэтому нам с вами надо обязательно подогнать все по пропорциям. Перехожу к подготовке ногтевой пластины. При работе с жесткими базами она, естественно, будет стандартна. Сначала обезжириваем, убираем всю пыль, затем наносим дегидратор, праймер и обязательно тонкий слой эластичной базы. Кстати, при нанесении праймера обязательно делайте это полусухой кистью и смотрите, чтобы слои не наслаивались друг на друга. Переходим к укреплению и для начала я хочу немного поднять свободный край на указательном пальце. Это можно сделать вот таким образом, просто поставив каплю материала, либо, например, можно взять верхнюю форму, с ней тоже удобно работать, но я сегодня выбрала другой способ. Формируя нужный мне объем, немножечко растушевываю материал к кутикуле и затем закрепляю все это при помощи портативного фонарика. Фонарик быстро схватывает материал, не дает ему поменять форму и затем полимеризую эту каплю уже в лампе. Далее я делаю стандартное укрепление, так как работаю витражной базой, естественно, у кутикулы она будет более прозрачна, но потом мы с вами сможем отдельно нанести тоненький слой в этой области и добавить немножечко более плотного цвета. Мерцающий эффект смотрится абсолютно потрясающе, мне кажется, камеру полностью его не передает. Он очень красиво переливается, и мы решили сюда на пару ногтей добавить небольшой дизайн. Мне это покрытие напомнило космос, и я решила нарисовать галактику и звезды. Для этого потребуется обычный спонж для макияжа и гель-краски. Сначала наносим более темные цвета, фиолетовый, синий, и просушиваем каждый слой. Далее переходим к более светлым оттенкам, и их можно нанести при помощи узкой стороны спонжа для того, чтобы получились вот такие вот небольшие полосы. Сначала цвета могут выглядеть не так ярко, это, конечно же, зависит от плотности ваших гель-красок, но чем больше вы будете наслаивать слоев, тем ярче они будут становиться. Мне очень нравится этот дизайн, с ним справится абсолютно любой мастер, и самое главное здесь не надо уметь рисовать. Кстати, вам больше нравятся сложные рисунки или что-то быстрое и простое, например, слайдеры или стемпинг. У меня клиенты, в принципе, не придерживаются какой-то одной техники. Они могут сначала сделать, например, простой стемпинг, а в следующий раз попросить сложную роспись, особенно это актуально перед Новым годом. Я уже нарисовала нескольких зайцев, также нарисовала глинча, это такой классический вариант перед праздниками. В общем, я всегда готова к любому повороту событий. Ну а здесь мне осталось нарисовать звезды. Сначала ставлю немного белых точек, и из некоторых вывожу тонкие лучики. Кстати, такие витражные базы и гель-лаки очень хорошо сочетают, например, со стемпингом, когда вы отпечатываете рисунок на разных слоях материала, и у вас получается такой очень интересный объемный дизайн. Ну а мне осталось нанести топ и показать вам итоговый результат. Самое сложное – это снять светоотражающий пигмент. Желательно это делать в темной комнате с включенной вспышкой, тогда удастся передать всю эту красоту. Все они очень эффектные. Жалко, что этот пигмент не выглядит так всегда, только под вспышкой. Ну а если мы с вами посмотрим на ногти при естественном освещении, то получится вот такой результат. Продолжение следует...